очагов тв представляет подгорает тупо сразу мат и ничего кроме мата вы умеете без мата разговаривать здравствуйте здравствуйте что на машине едете куда-то еду на машине до магазин на фронт не на фронт вы из какого города сахалин это город не буду называть а вы из сахалина ну как я я вам назову вы из усть-сахалинска конечно же еще раз вы из усть-сахалинска нет нет такого города усть-сахалинска нет а какая столица сахалина какая южно-сахалинск южно-сахалинска вы из южно-сахалинска да да почти почти я понял вы вы рыбак нет еще раз рыбак вы рыбак профессиональный никто бак рыбак рыбак не 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 рыбак я родом не сахалина поэтому а чё вы делаете на сахалине кем вы работаете я не работаю данный момент почему ну потому что получилось так что пришли за мной ну там за нами я и еще паренек забрать забрать нас да к вам но я короче не захотел и ушел это это правильно что там упал телефон у него упал алё алё да да это 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 правильно это слушай правильное решение тоже а как вот остальные вот скажи твое мнение почему остальные просто как овцы идут вот умирать в украину как ты думаешь чем это связано много чем много чем много причин за деньги или они боятся показаться не крутыми да там но вы так далее как ты думаешь какие основные причины это тоже правда то что там боятся показаться не крутыми там несмелыми да да это тоже я вам так скажу есть такое слово патриотизм я так считаю что у патриотизма до фашизма один шаг ну да да алё алё завист что ли зависом жалко он кстати вы знаете он сказал правильные слова сам патриотизм я тоже считаю что у слова патриотизм есть как минимум два смысла которые сильно друг от друга отличаются первый смысл это когда патриотизм в хорошем виде в хорошем смысле слова это реально когда человек любит свою страну желает ей и принимает активное участие в том чтобы эта страна процветала ну и он как части этой страны вместе с ней вот в плохом смысле слова да знаете как говорят патриотизм это последнее прибежище негодяя вот в российском смысле слова к сожалению но чаще всего все-таки в плохом смысле слова опыт по отношению к россиянам это прибежище негодяев то есть патриотизмом можно прикрываться на самом деле это уже не патриотизм это ура патриотизм квасной патриотизм в общем назвать можно как угодно но патриотизм тоже надо делить на эти вот как и национализм тоже есть национализм как таковой то что несет себе такую позитивную коннотацию а есть этно национализм например который уже практически граничит с нацизмом то есть нужно всегда нужно разделять вот эти понятия и термины здрасте и откуда с какого города беларусь да вот вы как относитесь ну вернее как вы считаете может ли открыть беларусь второй фронт с украиной ну в помощь я считаю что не может народ не не такой народ не пойдет да вы думаете нет я тоже очень на это надеюсь я не надеюсь я поведаю но очень хорошо ваши бы слова до богу в уши вы знаете но я это стараюсь это выробить я понял хорошо ладно давайте вам успехов побегу я дальше всего хорошего вам так же вот видите очень хорошо второй беларус уже считает я например него не не совсем в этом уверен как вы думаете вы откуда я с кубани то есть а как вы думаете беларусь может открыть второй фронт против украины или нет я только что говорил с двумя беларусами оба сказали что нет а вы как думаете сегодня было заявление министра обороны вы слышали да нет нет не слышал министра обороны какой страны беларуси нет нет не слышал что он сказал он сегодня сказал о том что мы не собираемся и не на шаг воевать с украиной вот но есть в случае нападение или хотя бы на метр будет наступление на беларусь ответ будет очень жесткий вот так он сказал но как министр обороны я министр обороны не лукашенко министра я понял я понял а как вы думаете ну вот есть вообще хоть там доля малая толиком одного процента что вдруг украина вот в том положении в котором она есть вдруг начнет нападать на беларусь как вы думаете может это вообще допустить даже или нет ну а зачем украине на беларусь это только может провокация быть вот я же как раз поэтому вас и спросил вот я я я и хочу сказать что если провокация будет но я имею ввиду не один выстрел там не такой что как нападение будет как через границу переход тогда да ну да вы же понимаете что например беларусь там один раз один раз там танк стрельнет то или вы сами знаете если война идет ближайших там странах то снаряд можете полететь и в другую сторону но вы же понимаете что беларусь может просто там где-то заложить взрывчатку да взорвать и сказать вот нас обстреляла украина поэтому мы идем помогать россии ну теоретически вы допускаете я допускаю но она вряд ли она пойдет сейчас сейчас на вас связи с тем что польша тоже наращивает войска смотрите но как вы думаете может есть и сейчас терять как свою нет они будут пока держаться я я согласен а вы думаете что у путина недостаточно рычагов чтобы заставить лукашенко это сделал потому что не далее как сегодня но уже вчера я сейчас я закончу мысль недалее как вчера я слышал что беларусь типа передает таки тяжелое вооружение россии артиллерию танки нет вооружение и технику сейчас передает россия туда каким образом она передает туда обычным железнодорожным путем а как вы думаете не может россия со стороны с территории беларуси просто напасть на украину как вы думаете а сейчас идет совместная организация о том что россия может беру беларусь и принимает российские войска до на территорию беларуси правильно а для чего это делает россия заводит туда свои войска как вы думаете потому что польша наращивает свои войска а то есть вы думаете что польша может напасть на беларусь всяко может быть потому что в случае дискалации дискалации с украины или же там эскалации или деэскалации я не совсем понял ну может быть дискалации нет где эскалации это снижение уровня эскалации а эскалация это повышение уровня эскалации ну может быть и атомные взорвут станции подорвать курску но я понял что я ничего не понял ну ладно спасибо за ваше мнение было все равно очень интересно я пойду дальше он по моему сам не понимает о чем речь эскалация деэскалация чем из отличается эскалации от деэскалации буквами вами правильно вот слушай видно что умный человек носит кепку прада блин это китайская даты купил за два доллара на а либо баба тихо тихо не ругайся матом чего-то ну чё тебе надо зачем такие глупые вопросы задаешь ну чё ты я с тобой как по-человечески хотел поговорить по-человечески ты как ты можешь по-человечески ты за такие глупые вопросы задаешь какая разница где моя шляпа была куплена тему шляпу между ног нам показать то сказать где у нее штрих код я на это китайская она у тебя и я же выдвинул я же выдвинул предположение а ты опровергни скажи нет нет я купил я купил в бутике в амстердаме за 140 за 140 баксов горишь горишь не надо гореть когда моё загорит у тебя пиздец в губы так ты горишь блин как крымский мост куда ты убежал блин убежал